Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Сегодня я расскажу вам о своем месяце Zero Waste. На самом деле это может быть в условиях, которые сложились даже не месяц, а больше. Очень многим такая практика, то есть жизнь без отходов, поможет прежде всего понять, как много лишнего мы покупаем и как много отходов мы производим. И, соответственно, поможет понять также, что от определенных отходов кажется легко, можно отказаться, но на самом деле это не так. Ну и просто подобная практика может очень-очень помочь людям, которые, возможно, окажутся в ситуации так же, как у нас. У нас сейчас ограничен вывоз мусора, и рано или поздно мы столкнемся с тем, что баки будут переполнены, запахи будут соответствующие, потому что у нас достаточно тепло. И каждый внесет свою лепту просто-напросто тем, что будет производить меньше отходов. Меньше отходов я попыталась производить первый раз, когда родился мой ребенок второй. Сейчас ему скоро будет 7 лет. Соответственно, это произошло 7 лет тому назад. Когда я столкнулась с ситуацией, когда я имела... Все летают, все проснулись. Когда я имела новорожденного ребенка Егора, которому только-только исполнилось 7 лет, и большое количество мусора я имела дома. Я жила тогда практически все время одна и столкнулась с тем, что мусор выносить каждый день нужно. Ты не можешь оставить своего новорожденного ребенка, потому что он то спит, то не спит. Я очень боялась, что Егорка испугается, если его младший брат плачет, а он не знает, что делать. А я 10 минут выношу мусор, потому что в Италии на вынос мусор нужно хорошие 15 минут иметь, потому что все разносится по разным бакам. Баки не всегда стоят рядом с домом. И, соответственно, я попыталась, что называется, решить проблему тем, чтобы просто-напросто производить меньше мусора. И как раз-таки примерно в тот же самый период мне попалась очень известная статья одного очень известного блогера. Она очень-очень молода, на тот момент ей было 20 с небольшим лет. Если я не ошибаюсь, американка, которая как раз-таки жила определенный период, не производя мусор. И меня так эта статья удивила. Я подумала, боже мой, статья из ничего, успех из ничего, хотя я тогда не была блогером. Я подумала, надо же, вот такой интересный опыт. Ну ведь так легко жить, не производя мусор. И я решила тоже попробовать. Но в тот же год произошла также очень другая интересная ситуация. В доме на море, где мы на тот момент побывали какие-нибудь 6 дней в течение всего лета, я заплатила налогов на 800 евро только на вывоз мусора. И моему удивлению не было конца, потому что я понимала, что я на 800 евро даже продуктов там не закупала за эти 6 дней. Поскольку Габрюзочка был новорожден, у нас не было возможности провести там много времени в течение лета. И я поняла, что я заплатила больше налогов, чем, что называется, мусора произвела. И, соответственно, вот три эти момента подтолкнули меня к моей практике Zero Waste, которую я произвожу, которую я, точнее, повторяю теперь каждый год. Просто потому, что это очень хороший повод к самодисциплине. Ну и также очень хороший повод действительно понять, как много мусора мы производим, один конкретно взятый человек, просто в процессе какого-нибудь месяца своей жизнедеятельности. Итак, мой первый Zero Waste всегда по весне направлен в сторону детской одежды. Но признаюсь, также в сторону моей одежды. По поводу детской одежды я много раз показывала. Сейчас мне даже уже и нечего снимать, потому что я сократила, наверное, в 6 раз количество детской одежды. Считаю это для себя каким-то огромным материнским успехом, потому что у моих детей было очень-очень много одежды. В определенный момент я поняла, что если я буду обрезать рукава на футболках с длинным рукавом, и внимание, если я буду обрезать самые обычные брюки, из практически любой ткани это можно сделать. Я показываю вам джинсы, но это могут быть и так называемые чинус, это могут быть даже ткани, как мы говорим здесь в Италии, фельпати, то есть это получается брючки с начесом, которые на зиму покупаем. Так вот мы просто обрезав выше колена, зачастую колени, кстати, протираются за зиму, пока ребенок ходит в детский сад и активно проводит свои дни, просто-напросто обрезая и превращая элегантные брюки в элегантные шорты, а также элегантные майки с длинным рукавом, точнее футболки с длинным рукавом, не менее элегантные футболки с коротким рукавом. Я много раз показывала, что таким образом я, во-первых, не покупаю одежду новую на летний сезон, либо покупаю ее прямо-таки вот по необходимости точечно, а в моем случае получилось так, что и точечно мне закупаться не нужно, повторюсь, очень много одежды у моих детей до сих пор. Я, соответственно, не выбрасываю это количество одежды, и таким образом сокращаю количество мусора, который могла произвести конкретно моя семья, просто потому что я бы выбрасывала брюки, которые имеют дырки на коленях, и, допустим, футболки с длинным рукавом, у которых рукава затерлись, стали из белых, превратились в серые, либо просто эти футболки малые, я знаю, что они на следующий сезон уже нет смысла их оставлять. Таким образом, мои дети донашивают то, что они носили в течение холодного периода, донашивают за летний период, и потом все это переходит, как правило, внимание в тряпочки. Поэтому второй пункт, каким я могу гордиться и сказать, что да, я причастна к концепции Zero Waste, это, конечно же, тот простой факт, что я не нуждаюсь в тряпочках. У меня очень много своей старой одежды, у меня очень много детской старой одежды, соответственно, у меня нет никакой необходимости закупаться новыми тряпочками. Более того, я много раз рассказывала в своих видео об уборке, что я узнала такой интересный лайфхак, что застиранные футболки, либо что-то, сделанное из такой ткани, как делают самые обычные футболки хлопковые, вот когда ткань застиранная, застиранная, выстиранная, очень-очень мягко становится, она вообще не теряет никаких ворсинок, это идеальные тряпочки для окон. У меня много окон, у меня много поверхностей стеклянных, соответственно, для меня это очень-очень хороший способ сократить расходы и, соответственно, не покупать то, что я могу не купить. С приходом теплого сезона мы начинаем собирать воду, которую можно спускать, что называется, в слив, то есть ты ждешь, пока будет горячая вода. Я живу, моя квартира находится далеко от котельной, мне не так повезло, как моим соседям, которые находятся чуть ближе к котельной, у них вода спускается быстрее, у меня спускается дольше. Есть соседи, которые живут еще дальше меня, у них еще дольше спускается вода. И я замерила, это два стандартных больших ведра воды, соответственно, эту воду нам приходится спускать, если каждый из нас принимает душ, допустим, я, мой муж, Егор, который ходит на пробежки, дети, нам приходится спускать воду, ну, как минимум, 4 раза в день для того, чтобы каждый член семьи принял душ, прежде всего тогда, когда ему хочется и нужно принять душ. И, соответственно, если мы умножаем 4 на 2, потому что младших детей я могу мыть однамоментно, а другие члены семьи моются тогда, когда им нужно мыться. Соответственно, если я умножаю 4 ведра воды, точнее, 4 похода в душ на 2 ведра воды, у меня получается 8 бедер воды. Это более чем достаточно для полива всех растений, которые у нас имеются, кипарисы, и не только. Соответственно, вот такой сбор воды у нас происходит. Ну и также, когда я мою фильтр для кофемашины, у кого съемный фильтр для кофемашин, знают, сколько много кофе там накапливается, и как часто нужно мыть, и как тщательно нужно мыть, когда ты моешь один только фильтр для кофемашины съемный, у тебя набирается воды 1,5 больших ведра. Соответственно, все это тоже я спускаю в ведро, не в сток, и потом разливаю по растениям, потому что становится жарко, и растения нужно поливать часто. Соответственно, эту воду можно действительно использовать. Моя любимая тема – банки и бутылки, от которых я потом расслабляюсь. Но, тем не менее, именно по весне все баночки после каких-нибудь огурцов, готовки винегрета и так далее, баночки стеклянные, возможно, какие-то бутылки из очень плотного, хорошего, красивого, часто пластика – все это я оставляю для того, чтобы наполнить свой дом букетами, срезанными из полевых цветов, либо из веток с листьями, которые только-только начинают распускаться. Я много раз показывала. Сейчас не могу вставить никакие новые картинки, потому что все, наверное, понимают, что я крайне редко выхожу, как и большинство жителей Италии, из дома. Соответственно, я начинаю копить эти баночки, но пока не заполнила их красивыми, красивыми цветущими букетами. Эти букеты сделать очень просто. Вы не представляете, как они повышают твое настроение, как они украшают интерьер. И на самом деле, вот эти полевые цветы, веточки различные с листьями, которые только-только начинают распускаться, смотрятся очень мило и трогательно именно в банках из-под чего-то. Конечно же, приходится счищать этикетки. Много раз рассказывала о лайфхаках, как легко почистить этикетки с банок, которые бывают очень трудно очищаемыми, потому что прям-таки очень сильный липкий слой используется. Соответственно, вот просто очищенные банки из прозрачного стекла, а если повезет, из цветного стекла, все это смотрится очень мило, очень красиво и очень стильно. В пределах моего дома, я уверена, и в пределах вашего дома также. Поэтому в течение весны я сокращаю, прежде всего, количество выбрасываемой, ненужной пластиковой, а также стеклянной тары. Последний пункт моей концепции Zero Waste на ближайший месяц, хотя, возможно, я придумаю что-то еще, обязательно с вами поделюсь, заключается в том, что я беру на себя прямо-таки труд, по-другому не скажешь, закапывать большую часть био-отходов непосредственно в землю, к растениям. Я рассказывала много раз, что делаю это прежде всего, потому что, да, когда-то я столкнулась с проблемой выброса элементарных био-отходов. Было очень жарко, когда родился Габриэль, и нужно было выгасывать био-отходы каждый день. Я придумала их просто-напросто закапывать в свои растения, которые у меня в большом количестве. Но я также поняла, что именно благодаря этому мне удалось восстановить кипарисы. На самом деле, вот недавно приходил садовник, он спросил, сколько нашим кипарисам лет, и был очень удивлен в том, что они действительно в идеальном состоянии, потому что все-таки растения в горшках, они имеют лимитированный срок своей жизни, потом они начинают израстать. Так вот, я беру на себя труд закапывать практически все био-отходы. Какие-то сгнившие яблоки, шкурки от бананов, сами бананы, если они, ну, прямо-таки очень сильно почернели и растекаются. Опять же, картофельные очистки. Все это я закапываю практически каждый день. Делать это трудоемко не очень приятно, не всегда хочется. Но, тем не менее, я совершенно точно знаю, что, да, это сокращает количество расходов, точнее, количество обходов для нашей семьи, количество расходов на удобрение, потому что все мы понимаем, что удобрять нужно растение. И я, кстати, говорила о том, что, да, один из пунктов, на который не тратится наша семья, а он может быть достаточно существенным, если у вас много растений, если у вас имеется сад, тем более они в горшках находятся растения, это как раз-таки удобрение для растений. Вы можете на них не тратиться, если будете применять хотя бы раз в год в течение месяца, вот такой простой способ закапывать большую часть биоотходов. Дорогие друзья, прошу прощения, у меня постоянно заканчивается карта памяти. Наверное, пришло время приобрести мне новый все-таки телефон, потому что он прекрасно снимает старый, но карта памяти постоянно заканчивается. Я говорила о том, что, да, закапывайте биоотходы в ваши растения. Будет счастье вам, вы будете производить меньше отходов. И также счастье вашим растениям, которые, безусловно, получают такую же самую подпитку, как если бы вы делали специальный прикорм для них в течение, возможно, этого летнего периода, весеннего периода, когда нужно подкармливать растения. На сегодня все. Это все мои способы, которые я практикую, приближаясь так или иначе к концепции Zero Waste, внедряя ее в свою жизнь, уча этой концепции своих детей, потому что, повторюсь, прежде всего, непосредственно, точнее, помимо непосредственной заботы о нашей планете и о том количестве мусора, который мы производим, это прежде всего дисциплинирует нас самих. Очень часто мы понимаем, что мы покупаем слишком много яблок, груш и бананов, и потом вынуждены их закапывать. Очень часто мы понимаем, что мы покупаем огромное количество детской одежды для наших любимых детей, но выглядят они не хуже, если мы элементарно из старой одежды сделаем одежду на прогулку, либо домашнюю одежду, либо одежду для детского сада из того, что у нас уже имеется. Таких способов пересмотреть, прежде всего, размеры своего употребления и также размеры тех отходов, которые производит конкретно взятый человек, их достаточно много. Выбирайте любой из тех, о которых я вам рассказала, либо о которых вы узнаете через интернет. Практикуйте, вы увидите, что, возможно, для вас это станет очень и очень интересным опытом. Я же на этом с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.